Мразь! Тебя убить мало! Не трогай меня! Не трогай меня! Она в реанимации. Ты думаешь, я не знаю? Решил крысу потравить, да? Я его пытался остановить, а он меня ударил. Устаёшь? Давай тихо. Воды! Дайте воды! Ты видишь, ей плохо! Дайте мне пить! Ты видишь, ей плохо! Дай ей пить! Жиль! Она ничего не сделала! Она не виновата! Это я её заставила! Она не виновата! Дай ей пить! Пожалуйста! Сделай! Дай ей пару яблок! Не трогай! Жень, нет! Сначала будет удушение, потом поймёшь! Быстро, зато безболезненно! Нет! Нет! Почему ты не хочешь дать ей яблоку? Нет! Нет! Ты ублюдок! Ты брось! Я мразь? Это я мразь? Это она крыса? Понимаешь, она крыса. Они блудят, пьют, жрут и ничего больше. А я хочу сделать мерчища. Лучше ты мне в этом поможешь. На. Хочешь? Нет! Хочешь! Она не хочет этого! Нет! Ну, что про Вайтовича говорят? Приехал позавчера, пьяный в лоскуты. Как по дороге не разбился, один бог знает. Пьяных бог бережет. Во сколько? Который час? Точно. Ну, соседи говорят, часов десять-одиннадцать. Как приехал, так и запился в бане. И с тех пор там и сидит. Еще два дня, что ли? Ну, да. И что он там два дня делал? Пьет. Соседи говорят, что он как выпьет, буйным становится. Понятно. Ну, поехали. Он и сейчас в бане с ружьем засел. Ты думаешь, у Вайтовича есть Крисылов? Не знаю, Серега. Пусть этим Федотов занимается. Это его проблема. Мы с тобой должны разыскать Аллу Рокунову, пока никаких оснований, что она была в доме у Вайтовича, нет. Может, она сбежала? Не думаю, Серега, не думаю. Понимаешь, он охотится за ними, выслеживает их и не оставляет работы на полдороге. Помнишь, эта девочка Женя Стрельцова, ну, которая осталась жива, лежит в больнице под охраной. И что он делает? Он ищет новую жертву? Нет. Он подбрасывает нам фотографии, как бы давая понять, вот они, следующие жертвы. А сам идет в больницу за Женей. И знаешь, что я думаю? Дай Бог, чтобы Крисыловым оказался Вайтович. Потому что он сейчас в камере. Хорошо. Хорошо. Предположим, что все это так. Тогда причем здесь Алла Рокунова? Сереж, как причем? Если бы она сбежала, он бы никогда не оставил ее в покое. Смотри, в лучшем случае, ее фотографии оказались посреди остальных, а в худшем случае, мы бы уже нашли тело. Серега. Она у него. Крысиная королева? Алла Рокунова — крысиная королева. Ему нужна коммуникация, чтобы кто-то его понял, поддержал его. А, ну, кому бы он мог доверять? Именно. Да, кстати, ты проверил телефонную книжку по поводу Микаэла Костиной? Нет, пока еще не до конца. Сережа, работай, работай. А я пока съезжу в этот совхоз неучтенный. Ладно, я не буду. Если что, я на телефоне. Да. Ося, Ось, давай-ка поедим сначала. Стасов, позвони его девушке и вызови ее. Я хочу кое-что уточнить. Эй, никто не смеет звонить моей девушке, кроме меня, понял? И скажи ты ему, я ему башку оторву и сварю из нее холодец. Понял? Слышишь? И вызови кого-нибудь из медиков, пускай его тут чувства приведут. Слушай, ну, ну ты ж рунный мужик. Ну объясни мне, как так? Ну почему она так со мной? Да. Я же ее, я ее, я ее люблю. И для нее все. А ей, Пушик, я приехал с ней поговорить, а она чего, прогнала? О! Привет, криминальные новости. По делу или как? Да, по делу. Федотов вчера меня выгнал, слава богу, что камеру не сломал. Вы не в курсе? Нашли что-то в доме Войтовича? Это тебе лучше у Федотова спросить. Ты ж понимаешь, мы не имеем права информацию сливать. Понимаю, понимаю. Просто главный редактор ждал репортаж, так и не дождался. Сочувствую. Как голова. Спасибо, ничего. Че, тебя подвезти? А вы куда сейчас? Совхоз один проверить. А что там? Чего особенного, яблоки. А можно мне с вами? Ну, просто у Войтовича репортаж не получился. Да хоть у вас что-то сниму. Ладно, садись. Психоневрологический диспансер номер восемь. Слушаю вас. Добрый день. Я звоню по просьбе Микаэла Костиной. Вы просили ее связаться с вами. Костина? Минуточку. Это, наверное, Борис Аркадьевич ее искал. Вы трубочку не кладите, я его сейчас к телефону позову. Я поехал в больницу, чтобы поговорить с Оксаной. Я пытался ей дозвониться. Я вам говорил, она не отвечала, Игорь мне сказал, что… Скажите, пожалуйста, где вы были двадцать восьмого июня с полуночи до пяти утра? На работе я был. Это двадцать человек могут подтвердить. Странно. А ваши сотрудники показали, что с половины первого до трех вас на кухне не было. Слушайте, я никого не убивал. Вы поймите. Я понимаю. Вы просто вспомните, где вы были и чем занимались. Да не помню я. Если б я знал, что это произойдет, я бы всю ночь проторчал на кухне. Хорошо. Скажите мне, откуда у вас в доме появились вот эти вот фотографии? Мне самому интересно. А яд крысиный, который у вас хранился чуть ли не в промышленном объеме? Друг подогнал. Из санэпидемстанции. Он обрабатывал мне подвал в ресторане. Ваша девушка показала, что имело место быть жестокое обращение с вашей стороны. Слушайте, я сам все понимаю. Я перегну. Но вы поймите, ей это нравилось. Что у нас теперь за ролевые игры сажают? Это что, запрещено законом, что ли? Да нет. У нас законом запрещено женщинам давать. Вот за это вот сажают. Здесь подожди. Бабуля. Бабуль. А вы не подскажете, у вас здесь где-то совхоз был. Там еще Антоновку выращивали. А? Совхоз-то? Ага. Так он по той стороне. Так. Только там ничего нет. Как же ничего? А так вот, как три года назад продали, так и нет ничего. И никто туда не ходит. Вот раньше, помню, всегда порядок был. Всегда при садах какой-то человек жил. Вот я помню, Люська у нас тронутая была. На всю голову скорбная. Голоса их какие-то слышались. А вот старожила исправно. Потом психиатричку ее забрали. Помню, детки у нее еще были. Мальчика и девочка. Вот мальчонку не помню, как звали. А девочку Микаэллой. Как? Микаэллой. Помню, ой, мама как моя жалела их. Они весь на ободранные ходили. Голодные. Так она им вещи какие-то отдавала, кормила. А я почти что не куплю, что ли. Куда поехал-то, а? Проходите. Спасибо. Знаете, я пытался связаться с Микаэлой по поводу ее брата. Стоп. Насколько мне известно, брат Микаэлы погиб. Ну, у вас неверные сведения. Он жив, хоть и нездоров, и до недавнего времени находился у нас. Так он ваш пациент? Наследственное психическое заболевание. Мать была больна. Ага. Когда они были маленькими, то мать вдруг решила, что ее муж антихрист. Ага. И она ушла от него вместе с детьми. А муж антихрист просто так взял и отдал детей? Насколько я понимаю, она не спрашивала. Она увезла их в какую-то деревню, держала их в заперти и в проголоде, закрывала на несколько дней в сарае. Давайте присядем. Ага. Вот. Отец пытался их отыскать, но безуспешно. А после того, когда мать набросилась на кого-то из местных жителей с топором, ее определили в лечебницу, где она и провела остаток своей жизни. А дети в интернат? Сначала в интернат, а потом отец их нашел, забрал к себе. Конечно, после жизни с такой матерью они были не совсем здоровы, но он заботился о них как мог. Надеялся на то, что впоследствии все придет в норму. Надежды не оправдались. Вы знаете, с девочкой получилось, а с мальчиком, увы. В средних классах у него диагностировали подростковую шизофрению. Такая форма заболевания, которая с возрастом может совсем исчезнуть, а может развиться в полноценное душевное заболевание. И в девятнадцать лет у него случился рецидив. Это обычно происходит на почве стресса. И Микаэла привезла его к нам. Сама? А разве для этого не нужно направление врача и все такое? Нет, вы не стесняетесь этими штанами? Я… Понимаете, она тогда встречалась с человеком, которому я был… Я понял. А долго он у вас был? Почти семь лет. Ему оказывалось медикаментозное лечение. Полноценный уход. Это, конечно, серьезная болезнь. Но у него было стабильное состояние. Состояние изменилось. Ну, вначале все было хорошо, а, вы знаете, полгода назад он исчез. Собственно, по этому поводу я и пытался связаться с Микаэлой. Так, походу это здесь. Черт, связи нет, посмотри у себя. И у меня тоже. В общем так, Антон, давай сейчас дуй в поселок, нужно разыскать участкового. Пусть свяжется с Федотовым, пришлет людей. А вы? А я пока осмотрюсь. А вдруг он там? Антон, иди уже. Нет, я с вами пойду. Если хочешь помочь, дуй в поселок и найди участкового. Давай. Я exfolELLE. Они знали, что, да? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА ФЕАЛЬНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Вот, Вась, держи сейчас. Вот, возьми. Клоняйся, зачерпни. Вот, аккуратненько. Так, вот тут вот история его болезни. Тут записи, рисунки. Ух ты. Так. Творёмные игривы, но злобно несут чуму и гнилость, всё заражая. Благословен Красолов, избавляющий от этой напасти. Совершает он свой труд среди скверной и нечистот. Он был одержим идеей о Красоловье. Микаэла рассказывала, что отец любил им читать перед сыном эту историю. Возможно, произошла фиксация на этой легенде. И впоследствии, когда болезнь стала прогрессировать, он стал отождествлять себя с этим Красоловым. И у него постепенно сформировалась навязчивая идея. Какая? Очистить мир от крыс. И хуже всего крысы в человеческом обличье. А крысами в человеческом обличье он считал женщин. Вот. Женщин распутных, сеющих вокруг болезни, обман и несчастье, лживых и хитрых тварей. Тихо, тихо, не бойтесь. Я пришел помочь. Его нет? Его здесь нет? Алла? На фотографиях, которые нашли у Войтовича, не обнаружили никаких отпечатков пальцев. В том числе, нет отпечатков самого Войтовича. Ну, а кровь в доме? Предположительно, животного происхождения. Здрасте. Скорее всего, свиная. Вы знаете, что я думаю? А не могли вот эти вот фотографии Войтовичу подбросить? Ведь конверты частникам подбрасывали? Цель. Ну, как? Ну, то есть ты хочешь сказать, что кто-то переводит стрелки? Да. Кто мог подбросить фотографии? На входе дома видеокамера. Поселок охраняется. В дом, кроме нас, никто не входил. Это ты подбросил фотографии мертвых девушек? Ну да, конечно, я. Ты не подбрасывал, я не подбрасывал. Кто подбросил фотографии? Криминалисты? Кроме нас в доме никого не было. Как глаз? Да уже нормально. А там ведь был еще этот, журналист из криминальных новостей. Он еще по голове получил, а вы его выгнали. Это его история болезни, а вот и фотография брата Микаэлы Костиной. Дежурный! Сиди мне, Свидотов! Как же ты меня разочаровал, Алеша. Очень разочаровал. Ну, почему ты не мог понять, что это очень важно, то, что я делаю? Ты думал, мне легко здесь было с ними в грязи и в крови? Я даже не думал, что придется тебя убивать. ГРАЧНАЯ МУЗЫКА М-м-м. Все нормально, да, все хорошо, все живы, да-да. Все, все, давай, пока. А? Ну, как ты? Нормально. Макар. Сам, Серега. Как Макар? Нормально. Ну-ка, пойдем. Ну-ка, пойдем. Не забыва. Стасов, подвал. Ну-ка, за мной. Субтитры создавал DimaTorzok Крысолову удалось скрыться до нашего приезда. Машину бросил в промзоне, по Велославскому направлению. Судя по количеству найденной крови в машине и в доме, он очень серьезно ранен. Я надеюсь, что он засветится, когда будет обращаться за медицинской помощью. Или мы найдем тело. Или так. Чай-то отдай. А, извини. По всякому случаю, Роконова должна находиться под охраной. И лучше не в Москве. Есть куда уйти. Серега. Не-не, Макар, не. Даже не думай. Ты чего? Думаю, да. Макар. Слушай, твоя мама просто прелесть. Пичкает меня всякими фруктами и пытается свести с пациентом из кардиологии. Походу, ты попала. Да я уж поняла. Ты как, в порядке? Да. Сплю. Правда, пока при свете. Пью какие-то успокоительные. С психологом встречаюсь. Он, кстати, намного симпатичнее, чем тот гражданин из кардиологии, которого мне твоя мама сватает. И чего, психолог говорит? Говорит, посттравматический шок. Но у меня здоровая психика, я быстро приду в форму. Если бы выдался случай, я бы всю обойму в этого урода выстрелила. Только бы я в голову целилась на этот раз. Саду за домом, где он держал девушек, криминалисты обнаружили останки еще одной женщины. Личность установить удалось. Ритманович Светлана. Спасибо. Некоторое время, приятного аппетита. Спасибо. Работала с Костиной в одном модельном агентстве. Брат Костиной за Литманович ухаживал. Но получил отворот-поворот. После этого, через некоторое время, Литманович исчезла. И в то же время, когда пропадает Литманович, Костина определяет своего брата в психиатрическую клинику. И я о том же. Соли мало. Скажи, а как так получилось, что он оказался жив? Да, пуль, скорее всего, на вылет прошла. Нет, я не про то. Вы же по документам проверяли, что он мертв. Правильно? А, это? Да. Верно. Проверяли. Ну вот. Ну вот, ну все просто. Просто. Микаэла, когда узнала, что ее брат убил Светлану Литманович, ну, первую жертву, она сделала все, чтобы ее брата поместили в психиатрическую клинику. Ну, как неопознанного клиента. Я поняла. Ну, знаешь, такое бывает, когда поскоро человека забирают с улицы, а он не помнит, как его зовут, и при нем нет документов. Ну, иногда людей охотят, понимают, кто это, а иногда люди целыми годами живут безымянными. Вот он и жил безымянными. Отлично. Физические нагрузки лучше всяких успокоительных. Алла, почему тогда с вечеринки сбежала? Когда с показа… На показе я увидела Титова. Что закончится? Я испугалась. Я была свидетелем разборок по поводу наркотиков. Я подумала, что он пришел за мной. Когда после показа я спустилась в гримерку, я нашла там Мику. Я поняла, что я уже ничем не могу ей помочь. Мне надо было убегать. Еще кружочек? Нет. Когда Антон Костин сбежал из клиники, врач пытался связаться с Микаилой, даже написал письмо. Да, ты говорил. Да. Так вот, вот. А когда Микаила прочитала письмо, я думаю, она очень сильно испугалась. Да, правда, конечно, испугалась. Ну, как там уж. Уже было найдено тело Сони. Угу. Тогда она, я думаю, хотела разгадить своего брата. И поэтому она поехала в свой старый дом, где они жили с матерью. И те яблоки, которыми отравились Микаила и Женя, они были именно из того дома. А, все я поняла. Да. Ну, все понятно. Да. Типа крысиная приманка. Крысиная приманка. Точно. Ну, я не уверен, что он хотел ее убить. Я думаю, что, знаешь, это вышло случайно. Съела порой яблоко. Ай, Боже мой. И через несколько часов умерла. А Жене повезло больше. Когда тебя выпишут? Неделю через две, обещаю. Вернешься на работу? Ну, да. Сейчас сначала пройду детокс. Потом на реабилитацию. Жизнь без наркотиков и все такое. Ну, вообще-то здесь действительно очень толковый нарколог. И сколько ему лет? Окса, я вообще не об этом. Ну, не знаю, лет двадцать семь. Вообще он похож на Джуда Лоу. Это совершенно не мой тип. Да вернусь, конечно, если Бригорский возьмет. Да, конечно, возьмет. Он звонил, передавал привет, сказал, как сможет, так выберется. Вся же неделя высокой моды мечется, как угорелый. А ты давай не тормози. Слушай, Ксона, спасибо, что пришла. Правда. Поправляйся. Да, когда, кстати, Антон Косин пришел на вечеринку, он хотел поговорить со своей сестрой. Ну, понятно, сделать ее крысиной королевой. Да? Что-то в этом роде. Ну, знаешь, все-таки раная кровь. Угу. И все такое. Тем более, она уже помогала ему в первом преступлении, не сдала полиции. А когда она умерла, решил найти себе новую помощницу. Да. Сволочь. Аллу Рокунову. И вот, когда Алла сидела в подвале, Корослов все время пытался, ну, показать нам, что он делает. Ай, ужас какой. Он подбрасывал тела, подбрасывал нам письма по дверь. Ник, входи за меня замуж. Сереж. Сереж. Прости, знаешь, я имел в виду, что Микаэла, она же овазала на показ, так ведь? И вместо нее на показ вышла Алла Рокунова. И как раз Алла Рокунова надела ее одежду, понимаешь? И письмо как раз было в штанах у Аллы Рокуновой, которая как раз принадлежала Микаэле. Вот как-то так мы сначала думали, что… Он накачивал яблоки крысиным ядом. Я знаю. Потом складывал их в ящики и уносил куда-то. Аллочка, успокойся. Его ищут, все кончено. Где эти ящики, Макар? Я не понимаю, ну что тебе эти ящики? Ящики, их нашли. Не знаю, почему ты спрашиваешь? Ты читал эту книгу, эту легенду о Красолове? Мне кажется, я уже наизусть выучил. Ну тогда подумай. Красолов пришел, чтобы избавить город от крыс. За это он просил награду. Но горожане обманули и изгнали его. И тогда он вывел из города детей, чтобы горожане поняли, как они были неправы, что они по достоинству не оценили все, что он сделал для них. И я. Этот урод считает, что он прав. Что у него миссия, понимаешь? И он хотел свою награду. А в итоге его чуть не застрелили и теперь разыскивает полиция. Мне кажется, он будет мстить. Может, он будет убивать детей. Я не знаю. Ксюш. Угу. Давай поговорим. Давай. Слушай, ну если тебе не нравятся ролевые игры, зачем ты тогда со мной ими занимался? Зачем все эти черные латексные трусы и все такое? Я думал, тебе это нравится. И ты для меня старался? Ты вообще помнишь, как мы с тобой познакомились? На вечеринке, кажется. Ну, а вечеринка-то была тематическая. Ты была вся в латекс затянута, со стеком в руке. Вместо здравствуйте ты мне врезала по заднице. И ты решил? Что я решил? Я сначала узнал, что за девушка. Сказали, что любит ролевые игры. Чем жестче, тем лучше. Кто сказал? Твоя коллега. Ну, которая умерла. Микаэла. Костина? Вот дура. Помертвых либо никак, либо хорошо. Я чего, своих мужиков мало было? А ты тоже рад стараться. Чем жестче, тем лучше. Я просто боялся тебя потерять. Я хотел быть с тобой. Если бы для этого нужно было бы скакать в костюме рождественского кролика по Тверской, я бы скакал. Не надо кролика. Мы с тобой два идиота. Я ведь тоже для тебя старалась. Давай по-другому попробуем. Давай. Дай руку. Чуть ниже. Вот. Подожди, я не вижу. Я тоже хочу посмотреть. Так. 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 Куда дальше? Дальше. Дай-ка ногу сюда. Давай. А я вот сюда подожду. Давай. Нет, я не настолько. Гудоперсив в это время суток. Подожди, 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 подожди. А вот так, мне нравится. Подожди ты, ну куда ты торопишься? Вот ты можешь мне объяснить, вот как они это пронюхали, а? Наши источники сообщают, что Рокунова, последняя жертва крысолова, которой удалось выжить, находится сейчас в подмосковном санатории. Быстро работают. Подожди, а о крысолове что, до сих пор никакой информации? Нет. Если он жив, то он знает, где ее найти. А он захочет ее найти, потому что она его крысиная королева. Она предала его и должна быть наказана. И поэтому она должна уехать в другое место. Нет. А-а-а! Кто видел? Милка! Вика! Я тебя наврала вчера. Прости. Разно. Вика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Не трогай меня! Водай. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Ты правда думала, что можешь от меня убежать? Я же тебе поверил. Ты меня убить хотела. Меня нельзя убить. Пока дело то, что должен. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Идти мы должны завершить то, что мы начали. Ты мне поможешь. Иди ко мне. Ложись. Иди ко мне. 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 Поехали. Поехали. Он здесь. Ничего, все будет хорошо. Быстро назад. На пол, я сказал! На пол, я сказал, быстро! Тихо, тихо! Быстро на пол, на пол, Ануша, я сказал! На пол, сержант, на пол! В дивану, на пол, руки за голову! Тихо, тихо, успокойся! Заткнись, быстро! Антош, успокойся, давай поговорим, а? Не делай глупостей! Тихо, 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 заткнись! Не делай глупостей, а! Антош, ты чего? Ты смотри, какой репортаж может получиться, а! Заткнись! Програмmy! Хм! А-эх… Северный маньяк Антон Стояновский, также известный, как Красолов, при задержании оказал сопротивление и был убит сотрудниками полиции. Ну, мне все. Спасибо. Майор Федорович, еще один вопрос. Майор Федорович, подождите. В общем, при нем нашли накладные. Ты была права по поводу яблок. Он рассылал их в детские дома. Ну, вроде благотворительной помощи. Слава Богу, никто не пострадал. Сволочь. Алла, спасибо тебе. Ты молодец. Макар, сынок, как удачно. А что именно, мам? Ты же в Москву едешь. Да. Да. Замечательно. Подвезешь Наденьку, а то ей нужно в город, а электричка только через час. Да ничего, я электричку подожду. Не говори глупости. Пока. Надежда. Да. Поехали. Получается, помогает. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Людмила Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. А ваша мама говорит, что вы хорошо разбираетесь в технике. Мама преувеличивает. А у меня хлебопечка капризничает, совсем не кстати. Я просто придерживаюсь принципов здорового питания и хлеб ем домашний. Ну, с отрубами или с полбой. А вы любите хлеб с полбой? Не знаю, не пробовал. Вы просто обязаны попробовать. Вам понравится, я уверена. А давайте сделаем так. Мы зайдем ко мне, вы посмотрите хлебопечку, а я, я угощу вас отличными веганскими котлетами. Ну, в знак благодарности, что вы согласились меня подвезти. Да ладно, ничего страшного, мне все равно по пути. Да, ваша мама предупреждала, что вы можете скромничать, отказываться. Так вот, послушайте, я запрещаю вам скромничать. Мы заедем ко мне, я накормлю вас ужином. Извините. Да, Илюшин слушает. Что, прям срочно? Через час. Хорошо, буду. Извините, похоже, хлеб с полбой отменяется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...